кто-то в комментариях написал что очень переживает за антона что вот он видит что дом пустеет все распродается и очень очень скоро алина семьей уедет что это очень очень грустно я часто вспоминаю конечно вот это вот что что написано ну или и конечно вспоминаю как у нас это с васей было кто нас давно смотрит конечно знает что мы с вас и начали дружить когда мне было 14 лет исполнилось он меня на четыре года старше и раньше 8 классов мы заканчивали и все мы могли уже тем более у нас деревне не было десяти классов раньше было восемь классов и 10 сейчас 9 и 11 и восемь классов я закончила мне исполнилось 15 лет также как дарине вот на этот момент в таком возрасте как дарина я уже уехала из дома как я уезжала у нас любовь конечно с вася была прям неземная вот и все равно когда я закончила 8 классов между прочим у нас было восемь девчонок да и из них только трое уехали учиться остальные таки остались деревне уехала я я помню что у нас денег не было совершенно не одежда ничего у меня не было я уж как-то говорила почему-то мама никогда не обо мне вообще не думала если у меня нижнее белье как-то там вообще об этом никогда не думалось и носила я не знаю что за мальчишками донашивала я как-то не беспокоилась насчет этого мне как будто таки надо было но когда я маме сказала что все я еду учиться помню мы ходили с ней там по людям заняла она тогда 10 рублей билет до томска стоил по моему 6 с копейками я собралась брату ехать вот пособирали мне одежку по всему по всему пасечному вот она собиралась там что-то все я собрала вещи вася конечно очень страдал очень сильно но я была очень упрямая я знала что мне надо учиться надо учиться и все не знаю замуж и не собиралась на 15 лет какой замуж хотя я говорю что у нас в это время уже девчонки некоторые замуж вышли многие уже через год родились детишек а я собралась учиться и вася меня поехал провожать до томска все он проводил меня до томска привез меня к брату и уехал обратно вот а я поступила учиться я очень очень хотела учиться на продавца прямо это была моя мечта вы знаете вы это восемьдесят четвертом году работать продавцом это было очень престижного прям очень мне кажется все мечтали быть и продавцами я поступила учиться на продавцам я уже об этом по моему рассказывала что проучилась я там всего две недели общежития не было жила я у брата и я забрала документы сама нашла училище строительное с общежитием мне было 15 лет до сама пошла сдала документы все мне показали общежитие я пришла к брату и говорю ведь я ухожу в общем все все сама и вы знаете мне очень жарко и вот правильно люди все пишут если суждено быть вместе значит суждено вася буквально наверно через два месяца он приехал за мной в томск поступил он учиться в соседнее училище вот но я на тот момент байсу как-то стеснялась или что или может быть как многие пишут да подумаешь это первая любовь это все пройдет и на встретишь ты у тебя там еще будет миллион там на всяких парней и найдешь ты себе там получше зачем тебе этот ночь нищеброд как про антона пишут так же между прочим девчонки мои когда я отучилась уже замуж собралась 18 лет я три года училась на штукатуру маляра ну там получается 9 10 заканчиваешь как обычное училище и профессию получаешь мне исполнилось в марте 18 лет и сразу мы пошли как только после выходных ну там праздничные дни же мы пошли подали заявление я замуж выходила вот и конечно мои одногруппницы боже боже за кого ты замуж собралась ничего у вас нету и как можно так жить ну в общем вот так вот я к чему это вот я к тому говорю что если людям осуждено быть вместе то конечно они вместе и будут еще по поводу того что нету нас и сама у меня образование нет ну вот часто пишут что нет у нас стремления учиться даже тогда когда мне было 15 лет мне нужно было закончить я помню что я учила эти билеты чтобы сдать хотим мы тоже сдавали экзамены хотя вот у нас училище было да училась я нормально учила билеты сдавала там все эти экзамены получала корочки единственное что не было у меня в то время поддержки такой что как я сейчас детям своим говорю учитесь я вам все и деньгами и продуктами хоть чем только учитесь а у нас зрители говорят она их не настраивает как по-другому еще настраивать детей мне вы когда я училище закончила также сказали ты иди учись мы тебя во всем поддержим я бы пошла учиться потому что к нам приезжали со строительного те со строительного института я даже знаю где он находится я очень хорошо закончила училище пту как раньше говорили и нас приглашали что пойдемте учитесь я бы закончила конечно но кто меня поил кормил одевал обувал вот поэтому я конечно не стала ничего заканчивать тем более раньше было престижно работать приходи на любой завод тебе дадут общежитие подъемные и все остальное раньше с этим проблем вообще не было мы с васей в любой момент куда бы мы не приехали нам тут же сразу давали жилье мы спокойно жили вот везде предоставляла жилье мы с вас на украине жили в украине тоже приехали какой-то там совхоз наверно он там назад назывался только приехали нам сразу дом дали сразу живите в любого раньше вот куда не приедет при любом заводе давалось общежитие потом мы порт набору приехали в челябинск нам тут же предложили общежитие тут ну небольшое но в то же время же полностью благоустроенное и мы потом там 20 лет прожили раньше это было но как-то ну где-то там не учиться просто пойти работать еще можно было лишь возможные курсы закончить и там повышение квалификации хоть как советское время все равно это было я еще при советском времени жила что это было намного проще и работа везде была и в отпуск мы ездили у нас отпуск был в одно время нам на заводе давали мы успевали в украину съездить москве побывать потом оттуда поехать пасечная еще там побыть недельки две потом приезжали мы обратно в челябинске уже потом опять 11 месяцев работали вот и по поводу вот алины с антоном я не вижу чтоб как бы алина прям переживала я говорю я им предложила выход из ситуации что пусть антона ну как если уж там им как бы тяжело что я думала алина не хочет ехать сразу потому что хочет оттянуть там время чтоб с антоном побыть ну не знаю как это вот все вообще хочу сказать что алина это совсем не настя это два разных человека это совершенно даже пары они совершенно разные совершенно настю с димой помню когда они встречались у них там ссоры постоянные она мне тут же мама все мне расскажет придет что я виноватом да боже ну зачем ты мне это все рассказываешь и я потом буду на диму там обижаться там что-то все через 10 минут они там у нее опять помириться алина с антоном это она алина то сама другая она как придет там со школы алина чё как у тебя дела на то все хорошо да все хорошо у нас ты же она все подряд не расскажет как и долина кстати сейчас мама у нас там ты 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 начинает там все рассказывать ну конечно на камеру это не говорим потому что они рассказывают о своих друзьях о школах кто что сказал кто что там это вот алина у меня совсем не такая и вот они с алина с антоном они как-то ну поссорились один раз сильно прям поссорились вот долго они там не встречались потом помирились насти за жди мы они там стабильно раз в неделю раз в месяц ссорились но долго они никогда не ругались там поссорятся тут же помирятся с криками ссорами совершенно разные люди совершенно разные пары мы между прочим с васей тоже также я была как-то очень обидчивая такая не так сказали там что-то вася там терпел меня пока наверное лет пять-семь не прошло когда уже ну как то как поженились я как-то спокойнее стало так я знаете почему очень часто ссорилась базе из-за того что он совершенно не хотел например заниматься чем-то каким-то организаторскими делами там платить он все на меня как бы деньги получил на покупай трать планируй делай я все хотела чтобы мы вместе все делали естественно все вместе я даже сейчас вот настя говорю что доча делайте все вместе вот у меня мы 13 прожили у нас детей не были да мы с работы придем оба работали вместе поесть приготовим там посуду там по очереди мыли стирка у нас тоже мы всегда вместе стирали потому что у меня машинки стиральной не было обычная машинка там выжимать надо я там стираю вася выжимает потом полоска вместе мы все делали вместе все у нас никогда не было такого разделения что это мужские дела это женские дела вместе зарабатывали вместе дома все делали ремонты вместе мы делали там потихоньку все отдыхали вместе все друзья у нас общие у нас не было такого что ну на рыбалку он ходил конечно, с друзьями, но в основном у нас было так, что друзья общие, интересы все общие. Вот, ребятишки пришли. Вот. И завершу я свою мысль, свою тираду тем, что если им суждено быть вместе Алине с Антоном, то как-нибудь там они будут решать этот вопрос и как-то там встречаться и все остальное. На данный момент я говорю, что я им предложила, что Антон в отпуск с нами бы съездил, но вот они оба отказались. Алина сказала, что он не согласится, и она не настаивает, и Антон сказал, что я работаю, тоже поехать не могу. Поэтому, как кто-то там очень грубо написал так, что им выход предлагали, а они оба его просрали, поэтому это их проблемы. Вот. Конечно, я думаю, Антону тяжело. тяжело и грустно, потом будет приезжать сюда, уже Алины не будет, конечно, но это их выбор. Не то, что даже их выбор, они все равно, Алина бы все равно уехала учиться. Я думаю, если уж мне в 15 лет хватило ума уехать, найти себе училище, да, штукатурмаляр, да, но я его закончила. Я его, я никогда его не бот, я отучилась там первый год, все каникулы я работала. Я работала штукатурмаляром мы делали, ремонтировали подъезды. Второй курс я закончила, я так же. Все лето я работала. Я ездила домой, нас там отпускали, там на неделю в августе, ну как отпускали, потому что, ну как бы работа заканчивалась, какой-то объем работы нам давали, потом я на недельку в пасечное ездила, где-то в августе, покупала там для братьев куртки, сапоги, форму, все, и ехала домой. Вот, потом третий курс, конечно, я закончила. Выпускного у нас как такового не было, нам выдали дипломы, я уже была замужем к тому времени, 14 мая мы поженились и в конце есть был выпускной, там концертик был какой-то, не знаю, нам, наверное, другие дети делали, я уж сильно не помню, помню, что я сидела и нам потом выдавали декорочки, дипломчики и мне вот такого огромного, преогромного медведя дали в подарок, огромного. А у нас тогда уже у многих, у многих, у многих были уже замужем, были дети и я помню, имя у нас в одной было, Вита ее звали, не Виталина, никак ее звали, конкретно Вита. И вот я Вите отдала вот этого медведя, потому что у нее уже сыну было, наверное, где-то годик, а она мне такого маленького зайчика, где-то этот зайчик беленький, я его долго хранила, ну, потому что я думаю, как я этого медведя повезу, тем более мы с Васей, как только закончилось, мы поехали к нам в деревню жить, я вам как-нибудь расскажу, как мы там в деревне жили. Вот, и поменялось этого огромного, красивейшего медведя мне подарили, ну, то, что я закончила хорошо, а остальным давали просто таких вот небольших зайчиков, на этого зайчика я поменяла. Так что, я думаю, Алина тоже с мозгами будет стремиться закончить, ну, да, не институт, институт она не хочет никуда, она хочет в колледж, но это ее выбор. Пусть даже она ленится, пусть даже она трезво оценивает свои, как бы, возможности, ну, поступать она хочет в колледж, пусть, конечно, учится. Ну, у нас девчонки, даже говорю, замуж повыходили, там, кто-то на первом курсе, кто-то на втором, кто-то на третьем, уже дети были, но, однако же, почти все закончили. Очень многие, кстати, у нас девчонки, до сих пор работают, я с многими общаюсь в одноклассниках где-то там, что которыми, малярами работают у некоторых зарплата, я знаю, мне вот одна писала, особенно вот, когда сезон, они получают и 70, и 120 можно заработать, если ты хороший специалист, в любой области ты можешь зарабатывать хорошие деньги. Вот, и хотя меня часто оскорбляют, что она может детям дать, у нее, она штукатур-маляр. Ну и ладно, штукатур-маляр тоже люди, тоже профессия. Вот, поэтому, хотя я, к сожалению, великому никогда не работала штукатур-маляром, только немножко там совсем, не работала. Это я не считаю работой, когда совсем не было работы, я там на шабашке ходила с людьми, там, какой-то мужчина организовывал, помню, что-то типа частное предприятие, что-то такое, или ИП у него что-то было, он набирал людей, и мы, в общем, частные дома, кто-то там плотничал, кто-то там столярничал, мы штукатурили и красили вот это вот все, но я недолго тоже отработала, это было, наверное, в 90-х годах, вот, когда только-только взлетели все эти предприниматели и начали сами строить себе дома огромные, вот это вот, помню, мы на каком-то особняке работали, но я недолго отработала, потом у нас завод, а нет, я потом пошла работать кондуктором, вот, ну ладно, сильно долго, сильно много я вам тут всего наговорила.